Эх, раз ещё раз расскажу вам про… Не знаю, с чем это связано, точнее знаю, но не скажу, потому что это военная тайна за всеми печатями, но создатели сериала The Brave испытывают какую-то нежную любовь к России, потому что на протяжении всего первого сезона тема Bad Russia всплывает аж три раза в трёх сериях. Ну, про одну из них я уже рассказывал, это про то, как бравые американские десантники победили поганых сепаратюк на Донбассе, правда, этот выпуск забанили здесь на Ютюбе, я его выложил ВКонтакте, кому интересно, вот ссылочка там в описании, можете посмотреть, это огонь. И вот шестая и восьмая серии, ну в шестой как бы так себе, там наш старый КГБшник собирается переметнуться из кровавого мордора в страну, которая несёт демократию всему миру, и единственное, что там интересно, наверное, русская шпионка в рядах НАСА. А вот в восьмой серии всё прекрасно. В эфире РЧВ для вас глаголю я про дивный край с названием... Монголия. Над Монголией пролетело нечто и разбилось. Мы нанесём Америке урон, изобретём волшебный Russian Dron. Над США летал он между тем, при этом не замеченный никем. Да, действительно, дрон, он покрыт специальным составом эдаким, который не видим специальным системам. Ну, вы знаете, что это называется стелс. Ах, этот сукин сынах мать его летел над крышей дома моего. Материи специально он покрыт, обзор от человеческого скрыт. И в ЦРУ волнения не напрасны, ведь эта технология опасна. Потому что сегодня они покрывают этим составом дроны, а завтра что, бомбардировщики? Покуда мы базарим с вами тут, the Russians по Монголии идут. Русские проводят операцию по изъятию дрона, иначе он может достаться врагу, и тот поймёт, проанализирует и выяснит, что за технология использовалась для этого волшебного покрытия. Именно поэтому американские десантники отправляются в дивную страну Монголии, чтобы заполучить себе хотя бы кусочек дрона. Местное население, кстати казахи, чем-то запугано. Тут сценаристам важно провести черту между добром и злом. Окей, давайте покажем им, что мы хорошие парни. А кто же плохие парни? Один из местных раненых рассказал, что два часа назад здесь был отряд ГРУ, который, собственно, и устроил весь этот погром. Кого-то они убили, кого-то ранили. Итак, акценты расставлены. Кто, кто свершил это злодеяние? Спецназ сделал это. Спецназ сделал это. Причем главный герой произносит это название как Шпецназ. Обратите внимание на лого спецназа, волчья голова, нарисованная каким-то школьникам, пятиклассникам, а вокруг надпись «Спецназовское войско». С таким же успехом они могли бы написать вокруг хореографическое балетное училище имени Вагановой. Поскольку американцы хорошие парни, в отличие от, местные дают им лошадок, и они, как заправские ковбои, отправляются на поиски этого дрона. Тут выясняется, что он находится даже не на территории Монголии, а на территории Китая. И вот уже следы от каких-то машин. Юрал, ну, Урал, то бишь, Кэм-Эй-Зи, так они называют КАМАЗ, может быть, Мустанг. А с главной ЦРУшницей, тем временем, хочет встретиться Дмитрий Громико, это наш российский посол. Дмитрий Громико хочет встретиться с нами. Наши пути часто раньше пересекались, когда я работала в ЦРУ Лэнгли, а он в Резидентура. Он и я часто путешествовали, когда я работала в ЦРУ Лэнгли, и он был в Резидентура. Когда же, когда же американцы встретятся с нашим шпецназом? В чистом китайском поле. Российский спецназ настолько тупой, что он будет идти по этому полю и не замечать притаившихся там американских десантников. Спрятавшегося американского десантника. На удивление, практически русская речь. Давайте упираться отсюда. Похоже, это всё на смертельную зону. Давай уходим отсюда! Есть, уходим! Видите, какие профессионалы американцы? Как они умеют маскироваться? А Дмитрий Громико тем временем призывает свою давнюю ЦРУшную знакомую не проливать кровь, особенно в такой затрапезной стране, как Монголия. Громко знает, что американский десантный отряд сейчас там, в Монголии. И пока вот они тут в ресторане трещат, в России формируются дополнительные отряды. Спецназовские отряды. А ты знаешь, Патриция, что такое спецназ? Действительно, что же такое спецназ? Это такие ребята, которые сначала вас пристрелят, а потом прострелят труп. Ну, так. Прикола ради. Прямо какое-то подразделение СС, а не спецназ. А ЦРУшница тем временем задумала хитрый план. Дело в том, что, ну, российский спецназ действует на территории Китая инкогнито. И, соответственно, если об этом случается китайским властям, то русским может быть а-та-та. Я думаю, Кэмпбелл запаниковала. Она только что встретилась с китайцами. Она запаниковала и решила таки стукануть китайцам. Кто же она после этого? Тупая женщина. Тупая женщина. Ну, действительно, как бы вспомнить вот эту дивную американку из Нью-Йорка, которая обвиняла нас одновременно в том, что мы гомофобы и жены-ненавистники. То есть, кого же мы тогда любим, я не знаю, пингвинов, что ли? Тупая женщина. Хитрый план ЦРУшницы подействовал. Причем встречалась она, на самом деле, даже не с китайским послом, а просто со своим давним китайским знакомым. И, тем не менее, посол Громыко послал приказ, чтобы отозвать наши дополнительные войска, направляющиеся в Монголию. Тем временем уже находящийся там российский спецназ везёт раздолбанный этот стелс. Ну и по традиции, чтобы задержать как-то продвижение этой колонны, применяется древний метод. Американская зараза, следите парня в оба глаза. Это наверняка американцы. Я хочу, чтобы каждый следил за назначенным сектором в оба глаза. В прошлой серии был эпизод с этими донбасскими сепаратюгами, которые орали по нам стреляют. В этой серии тоже, ну, какие-то просто капитана очевидность. Ну, что поделать. Тупые вот они такие вот, русские. Если они будут что-то предпринимать, это будет сейчас. Ох уж эти твари, ох уж эти игры. Они спустятся, точнее не они, а он. А ну, американцы, может вы спуститесь вниз, а? И мы поиграем? Тварь. Очередная интрига. Сейчас он пойдет проверять кузов. Интересно, найдет ли он там спрятавшегося американца. Командир, мне надо остановиться. Давай, проедем. Лови весь груз, садись, чтобы поехал, по-моему. Это же русский спецназовец, он тупой, как его каска. Он ни в поле ничего не видит, ни в грузовике ничего не видит. Вот оно наконец-то. Схватка наших и не наших. Стрелять российский спецназ, кстати, тоже не умеет. Они сошлись, вода и камень. Интересно, кто же из них сильнее, кто победит? Добро всегда должно побеждать зло. Ну, а поскольку добро оно в США, а в России, естественно, тотальное зло, то, ну, как вы думаете? Он еще и шутник, прям как в том анекдоте про лося. Доброе утро. Добрый ветер. За эту смерть кто-то должен ответить. Они не только в лесу не могут в него попасть, они даже в поле, в чистом поле не могут в него попасть. А вот американцы стрелять умеют и в лесу и в поле. Что же будет с оставшимися спецназовцами? Их примут китайские погранцы? Зло повержено, добро восторжествовало. И тогда американские герои, как заправские ковбои, отправляются на своих лошадках домой. Вот есть чему поучиться. Тут вам и реклама американской армии, чтобы рекрутировать молодежи подорсков, да и не только. Тут и конкретный посыл для американских налогоплательщиков, чтобы они на эту самую армию раскошеливались. А иначе придут вот эти вот русские спецназовцы и сначала вас застрелят, а потом прострелят вам голову. Так. Just for fun. Just for fun. Тут и окучивание современной политической конъюнктуры. Потому что ну в реально с русскими не повоюешь. Что там у нас? Только вот самолеты друг друга перехватывают. А здесь, пожалуйста, все. Американцы прекрасные, русские говно. Которое можно на ножичек посадить и сказать при этом. Добрый вечер. Никакой рефлексии. Никаких комплексов. И имя-то этим сериалом Легион. У меня только вот в проекте сколько было, а сколько еще будет. Ну а тема спецназа она вообще вечная. Она вот есть, например, в таком вот фильме. Но об этом в другой раз. На кого ты работаешь? Жду вас по традиции на своих экскурсиях. К сожалению, в Москве. В воскресенье 5 мая места уже нет. Все. Все билеты проданы. Оншлага. А вот 6 мая в Петербурге в 17.00 еще можно сходить. Будет экскурсия под названием «Дворцевая площадь. Три теракта» про покушение Соловьева, Халтурина и уже Канегисера в советское время. Ну, естественно, там будет еще масса всякой архитектурной информации, чтобы, так сказать, скрасить эту замечательную тему. 9 мая я проведу специальную экскурсию в Петербурге-Ленинграде. Мы пройдем от инженерного замка к Невскому проспекту. Ну и помимо того, что там будет встречаться по дороге, я расскажу про блокаду. Потому что там есть как минимум три объекта, непосредственно связанных с этой темой. А вот через неделю Everybody Welcome 12 мая в Москве будет две экскурсии в 13.00 по Никольской. Там вот меня попросили про покушение на Сергея Александровича рассказать. Вот покажу, в какой гостинице Двора Бриллиант Бомба готовила. Ну, естественно, не только об этом. А в 16.00 по Ильинке. Там тоже будет масса интересного. Я думаю, это вообще можно назвать как Москва, которую мы вообще не знаем. Вот эти вот два маршрута. Это будет суббота. А 13 мая воскресенье в Петербурге в 17.00 я проведу по улице Зодчего Карла Росси. Ну и расскажу про самый первый теракт эсеровский. Про убийство Карповича министра просвещения Боголепова. Ну и не только, конечно, об этом. Будет еще масса всего интересного. А 16 мая в 20.00 это будет среда. Я вот попробую провести вечернюю экскурсию на буднях. Погуляем по Сенной площади. Там вам будет рассказ про днище Петербурга. Причем такое днище, которое нашло свое отражение в русской классике. И у Крестовского, и у Достоевского, и у всяких разных бытоописателей. Про Вязинскую лавру. Про убийство Скальберга. Это был такой милиционер в начале советского времени. В общем, масса всего интересного. Ссылки на встречи есть вот в описании под этим выпуском. Собственно, оставляйте под ним ваши комментарии. Увидимся в следующий раз. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова